Привет, друзья! Вы на канале Кефир и с вами Роман. В прошлом ролике я вам обещал показать три закуски из копченой рыбы. У нас вот три рыбки таких прекрасных осталось, поэтому сегодня делаем те закуски, которые я в свое время попробовал в ресторане, в котором есть коптильник, и которые мне очень понравились. Погнали! Для моих закусок мне понадобится копченая скумбрия. Эту скумбрию я коптил самостоятельно. Здесь оставлю подсказочку на этот ролик, где вы сможете все посмотреть. Усталось у нас вот таких три замечательных рыбки. Для того, чтобы начать готовить закуски, мне для начала их нужно почистить. Но это дело муторное, поэтому воспользуемся чудом монтажа. Три рыбки. Рыбку почистили. Приступим к приготовлению нашей первой закуски. Первой закуской я буду делать нижний крем-паштет из скумбрии с хреном. Очень классная закусочка. Если особенно с греночками, очень классно получается. Много я делать не буду. Буквально на 2-3 порции. Теперь с кумбрией добавляем 2 хороших ложки сливочного сыра. И я тут взял жирный йогурт, просто натуральный йогурт. Три ложечки йогурта. И теперь тот самый сливочный хрен. Хрен очень люблю, поэтому не жалею. Наверное, ложки, наверное, 3 чайных. И для пикантности и вкуса, чтобы была кислинка, немножко лимонного сока. Обязательно попробовать. То, что надо с гренками, просто будет оттас. Так, все, первая закуска у нас готова. Я ее убираю в холодильник. Она как раз немножко настоится. Потом вместе все три закуски попробуем. Вторая закуска тоже очень простая, не менее вкусная. Это будут рулетики из лаваша и нашей копченой скумбрии. Так, что нам нужно для рулетиков? Все тот же сливочный сыр. С сыром не бойтесь переборщить. Сыра много не бывает никогда. Дальше берем нашу рыбку. И уже большими кусочками ее укладываем на наш лаваш. Рыбку выложили. Теперь свежий огурчик. Огурчик прям с грядки. Молодой, вкусный, хрустящий. Режу на небольшие дольки. Здесь тоже сильно мельчить смысла нет. Так, выкладываем огурчик. Теперь немножко хрена, который сливочный. Хрена замечательно подходит скумбрии. Копченый. Меня это сочетание очень удивило. Я сейчас только так и делаю. Очень выгодное сочетание. Все, теперь аккуратненько сворачиваем наш рулетик. Чтобы кончик у нас хорошо приклеился. Хорошо промазываем его сливочным сыром. Рулетик у нас немножко постоять, чтобы он пропитался, стал вкуснее. Поэтому я отправлю в холодильник. Возьму пакетик, чтобы он не пропитался запахами. Все, и перед подачей на стол. Останем, порежем, чуть-чуть украсим. Будет классно. Ну и третья классная закусочка. Это будет салатик. Салатик мимоза. Мой любимый студенчатый салат. Сколько я его съел. Но когда я его попробовал один раз с копченой скумбрией, мир перевернулся. И теперь я его делаю и ем только так. Так, воспользуюсь ошеф-кольцом. Ну, оставшуюся рыбку всю в тарелочку. Здесь у меня такая штука удобная. На крупной терке трем белки. Белки добавили. Самое время добавить майонеза. Друзья, сейчас поняли, что камера не писала последние 5 минут. Салат на самом деле простой. Мы вот закончили на белочках. Но потом положили картошку, майонез, морковку, майонез, желтки. Сейчас я хочу немножко еще украсить. Сейчас немножко потру сыр и украшу еще салатик не только желтком, но и сыром. Но сыром перебачивать не стоит. Может, это уже будет не та мимоза, к которой мы все привыкли. И вот так вот. Мы приготовили. 20 минут, наверное, потратили. Еще у меня все полчасика поставил в холодильнике. Давайте попробуем. Три закуски из кумбрии горячего копчения, которые сами сделали. Первое – это крем-паштет со сливочным сыром, с кумбрией и хреном. Нотки хрена остреньких. Лично мне всегда нравится такое сочетание. Очень вкусная, пикантная закуска. Особенно, когда готовишь шашлык, чтобы быстренько перекусить. Гостям подал, греночек сделал. Великолепно. Давайте попробуем наш рулетик. Рулетик тоже уже пропитался. Он должен быть сочный, с огурчиком. По вкусу это примерно то же самое. Здесь тоже рыба горячего копчения. Тоже есть немножко хрена, но за счет огурца точнее. Я бы уже сказал, это такая закуска, наверное, под водочку, под пиво можно. Ну, тоже очень вкусно. Зеленым лучком. Песня. Лучок свой вкусный. Ну и наша традиционная закуска. Это салатик мимоза. Эта закуска будет еще более сочная. За счет большого содержания майонеза. Ну, что сказать. Ем. И погружаю в свои студенческие годы. Вкусно, майонезно. Салат прям самый лучший. Что касаемо скумбрии. Она здесь очень хорошо смотрится. Гораздо лучше, чем консервированная рыба из банки. Друзья, рецепты очень классные. Повторяйте. Коптите рыбу по моему рецепту. Делайте классные вкусные закуски. Под шашлычок. Пока ждете, пока жарите мясо. Самое то. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки этому видео. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok